В эфире у нас с вами уже седьмой выпуск «Утро с иконой», и я рада вновь приветствовать вас. Мы сегодня продолжаем говорить об образах Христа, и в сегодняшнем выпуске мы затронем одно из древнейших его изображений. Его можно назвать иконой в широком смысле, потому что это изображение Бога, изображение Христа, изображение его, скажем так, с целью религиозной в христианском контексте, но это не изображение красками на доске, что принято называть иконой в обиходном смысле. Но мы здесь с вами все-таки в нашем пространстве говорим об иконе в широком смысле, то есть как о любом изображении, христианском изображении, связанном так или иначе с Христом, Богородицей, святыми или какими-то сюжетами священной истории, или даже церковной истории, кстати. Поэтому сегодня мы с вами говорим о Христе по антократере. В целом этот иконографический тип, он довольно широко распространился в церковном искусстве вплоть до нашего времени, но вот именно тот образ, который мы затронем сегодня, как я уже сказала, это не живопись красками на доске, это мозаика. Вот так она выглядит. Это ее фрагмент, центральный фрагмент с изображением самого Христа, сидящего на престоле. Что значит пантократер? Пантократер переводится с греческого как Вседержитель. То есть пантократер это то же самое, что Господь Вседержитель. Почему я здесь выбрала именно греческое слово? Ну, во-первых, потому что мне так понравилось, а во-вторых, потому что все-таки данный конкретный тип и данные конкретные изображения, оно имеет происхождение древнее, и эта мозаика, она датируется пятым веком, поэтому мне захотелось воспользоваться именно тем термином, который и применялся в эпоху Византии, да, и в эпоху древней церкви, церкви первого тысячелетия. И на том языке, который тогда был наиболее популярен в христианстве. И сейчас, в принципе, и тот, и другой термин используется, пантократер, и Вседержитель это одно и то же, просто по-гречески, либо по-русски. Что мы с вами здесь видим? Прежде чем мы подробно посмотрим на изображение Христа, как он здесь представлен, да, какие есть интересные детали этого изображения, кстати, хочу задать вам вопрос. Видите ли вы здесь что-то интересное, особенно если вы были на вчерашнем эфире, или смотрели его в записи? Есть ли здесь что-то нетипичное для изображения Христа, в принципе, в христианском искусстве, на что я вчера обращала ваше внимание? И вот здесь этот момент, он отличается. Но, как я уже сказала, прежде чем перейти к рассмотрению детальному, покажу вам эту мозаику целиком. Вот так она выглядит в верхней части экрана, вы ее видите. Эта мозаика находится в церкви Санта-Подонциана в Риме. И, как я уже сказала, она датируется началом первыми десятилетиями V века. То есть это очень раннее произведение из всего сохранившегося в церковном искусстве. Это одно из самых ранних вообще изображений Христа. То есть здесь вчера мы с вами говорили о Спасе Синайском. Это самая древняя икона из сохранившихся, да, то есть красками на доске написаны. То вот это изображение в церкви Санта-Подонциана, оно сильно старше, даже еще раньше появилось, чем та икона. И это одно из наиболее ранних именно изображений. Да, существуют еще катакомбы изображения, но вот в Некадо комб это одно из таких самых-самых древних. Церковь Санта-Подонциана, как я уже сказала, находится в Риме. И апсида этой церкви вот украшена такой мозаикой. Конечно же, мозаика реставрировалась даже не только в XIX веке, а и раньше. То есть ее там чинили, подновляли, но в целом она сохранила свой облик, свою иконографию довольно хорошо. И по характеру мы видим, что она вполне соответствует античному искусству, вот той эпохи, когда, собственно, была создана. Здесь такая реалистичная манера передачи, очень такие свободные позы, очень выразительная живопись. И что собой, собственно, эта мозаика представляет, что это за сюжет? По сути, мы видим с вами Христа на престоле. Вот конкретно этот сюжет, он в искусстве носит такое название в иконографии «Традитио легис», то есть это Христос, дающий закон, по сути. Постепенно он у нас трансформировался именно в название «Пантократер», «Вседержитель». Но изначально это вот всё-таки такой особенный, скажем, тип изображения «Христос, дающий закон». Он здесь сидит в окружении апостолов. Мы чётко можем с вами здесь узнать апостола Павла, апостола Петра. Видим две женские фигуры, это две святые раннехристианские, одна из них святая Пуденциана, кстати. И на фоне мы видим с вами город, это Иерусалим, только здесь очень важно сделать такую оговорку, что здесь имеется в виду небесный Иерусалим. То есть, по сути, мы с вами видим Христа уже во царстве своём, да, то есть мы видим Христа в царстве небесном, и мы видим небесный Иерусалим, и в небе над Христом крест, здесь частично только его видно, и четыре апокалиптических животных, которые ещё символами евангелистов стали, да, у нас в христианской традиции. То есть это такой сюжет, когда Христос уже как бы восседает, да, в небесном Иерусалиме. Это в какой-то мере апокалиптический сюжет в том числе. Мы с вами помним, ранняя церковь, она всё время жила в ожидании прям скорого второго пришествия, поэтому такие сюжеты, они очень распространены. Что здесь делает в нижней части слайда изображение Зевса Олимпийского? Дело в том, что вот этот тип изображения Христа, который впоследствии усвоен церковью как пантократр или вседержитель, он действительно происходит из античной иконографии Зевса. Я вам уже говорила, в этом нет ничего такого необыкновенного, потому что христиане, они заимствовали из античного мира всё самое ценное и ставили это, скажем так, на службу своей вере и своему искусству в том числе. И обратите внимание, я вот специально друг по другу разместила эти изображения примерно в одном масштабе, чтобы вам было легче увидеть сходство. Понятно, что Зевс изображается полуобнажённым, а Христос нет. Это уже детали, которые обусловлены совершенно разной ролью этих фигур, и разным отношением, и разной религией, самое главное, разными убеждениями тех, кто создавал эти изображения. Но вот сам характер, поза, манера подачи, именно такое изображение Бога как вседержителя, как царственные фигуры, такой, знаете, императорский подход в какой-то мере. Здесь очень перекликаются. Перекликаются даже какие-то физиономические особенности. Прическа, борода тоже, в общем-то, имеют ряд сходств. И вот такой тип изображения Христа, поэтому ещё иногда называют типом Зевса, то есть заимствованный как бы из античной иконографии Зевса и дальше уже творческий, богословский, переосмысленный в христианстве. Теперь давайте вернёмся к крупному изображению самого Христа и посмотрим, что же мы с вами здесь видим. Я сейчас загляну в комментарии и посмотрю, заметили ли вы. Да, вы заметили, как здорово! Вы обратили внимание на нимб. Действительно, нимб здесь не крещатый. И вот ещё Лилия пишет, что рука сложена в ином жести. По поводу жеста сейчас отдельно остановимся. Да, изображение не подписано. Это вообще характерно для раннехристианского искусства. Всё-таки Пятый век это можно считать ещё раннехристианским искусством. А давайте с вами тогда посмотрим. Начнём с нимба, раз вы его так прекрасно определили. Да, действительно, вчера я вам говорила, что крещатый нимб – это один из характернейших признаков изображения Христа вообще в церкви, в христианстве. Но бывают исключения. И вот такое исключение перед вами. Как я уже сказала, это очень раннее изображение. И в этот период всё-таки, видимо, крещатый нимб ещё не на 100% закрепился как обязательный атрибут Христа. Но здесь ещё важно сделать такую оговорку. Как я уже сказала, вот эта вот мозаика, да, она датируется с начала пятого века, но она неоднократно реставрировалась. И мы с вами не можем на 100% исключать тот факт, что изначально нимб был крещатым, но в результате множественных чинок какие-то кусочки… Что такое мозаика? Это смальта, да, кусочки смальты, изображение, собранное из кусочков смальты. Смальта высыпалась, да, её заменяли новой, и крещатый нимб мог таким образом постепенно уйти просто в результате более поздних чинок. Поскольку я лично не знакома глубоко именно с историей реставрации, я просто не знаю, где её найти, к сожалению, и есть ли она вообще, да, то я не могу сказать, где здесь вот прям подетально, да, где здесь поздние вставки, а где здесь вот вообще прям оригинальные фрагменты смальты. Поэтому вот этот момент мы с вами должны учитывать, говоря об этой мозаике. Вижу ваши комментарии. Да, кто Зевс, а кто Христос. Ну, если сравнивать место в, скажем, иерархии язычников, то Зевс, ну, чем-то, да, конечно, очень относительно, но это всё-таки такой верховный бог, да. Поэтому понятно, что типаж был заимствован, в этом был определённый смысл. Теперь давайте посмотрим на одежды Христа. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, что он также одет в хитон и в гематий, но все его одежды здесь выполнены золотом, да. Они не красный, синий, там, не синий, как чаще мы это видим сегодня на иконах, да и вообще в христианском искусстве. Здесь они золотые, и это в том числе объясняется тем, что, я вам уже сказала, это апокалиптический образ. Это Христос во Царстве, своим Христос в небесном Иерусалиме. То есть это преображённый уже Христос, и поэтому он в таких сияющих золотых одеждах изображён. Мы с вами видим, что на его хитоне, да, вот на плечах, есть вот эти полосы-нашивки, клав, да, вот эти символы благородного, благородственного происхождения. Для Рима, да, в данном случае таким образом подчёркивается его особая роль в христианстве. Прическа, борода, они такие вполне типичные для и более поздней иконографии Христа, которая нам сегодня с вами наиболее близка, ну, большинству из нас, по крайней мере. А в руках он держит книгу, развернутую книгу, на которой написано «Доминус консерватора Клесия Пуденциана». С латыни это переводится как «Господь-хранитель церкви Пуденциана». То есть, по сути, Господь-хранитель вот этой общины, которая относилась к этой базилике, в которой, собственно, размещается мозаика. И одна из деталей изображения говорит нам о том, что Христос эти слова именно произносит в данном контексте, на данной мозаике. Об этом нам говорит как раз его правая рука. Я прошу прощения, я немножко подрезала здесь пальцы, что-то я небрежность какую-то проявила. Сейчас я вам открою крупно, вы увидите, насколько там можно рассмотреть. Это вот такой жест. Это, в принципе, тот же самый жест, который мы с вами видели на иконе вчера у Спаса Синайского. Это тоже тот же жест речи, вот такой с двумя сложными указательными средним пальцами, остальные пальцы прижаты к ладони. Просто здесь другой разворот руки. И, скажем, здесь вот эти два пальца, если там они чуть-чуть смещены друг относительно друга, такая более свободная поза, то здесь они прям очень четко прижаты друг к другу. И поэтому жест так визуально немного отличается, но, по сути, это тот же самый жест. То есть, по сути, это Христос дает дающий закон, прошу прощения. И этот жест говорит нам о том, что вот эти слова он нам произносит. Что еще здесь мы с вами видим? Мы видим здесь прекрасный, роскошный трон, престол. Богато украшенные, да, такие красные подушки на нем. То есть, это такой императорский трон, по сути. И он подчеркивает как раз вот это царственное достоинство, да, такое понимание Христа, как именно Вседержителя, как Владыки Вселенной, как такого, скажем, именно такой фигуры, которая царствует, повелевает. Это тоже такой интересный аспект для эпохи V-VI веков. Это как раз время, когда в христианском искусстве меняется понимание. То есть, если для более раннего времени характерно больше отношение ко Христу, как кому-то очень близкому такому, знаете, и больше акцент на его чудеса, и он изображается такой прям, ну, как бы, близкий к людям, то вот в V-VI веках это понимание, оно немного трансформируется. Это, на самом деле, отдельная большая тема. Статья есть на страничке. Она называется... Забыла я, как она называется. В общем, у нас всего две там статьи. На странице прям ВКонтакте есть... Учение в красках, вот оно как называется. Как раз там этот аспект подробнее изложен. Если интересно, почитайте, вот как происходила эта эволюция образа Христа в раннехристианском искусстве. Ну, а на сегодня мы с вами будем заканчивать. В завершении хочу сказать, что вот этот образ, Христос, дающий закон, или Христос-сидержитель, собственно, так его тоже вполне можно называть, он лег в основу тех икон, которые сегодня наиболее популярны в христианстве, по крайней мере, уж в восточном христианстве точно. Это вот Пантократор, Вседержитель, Господь, который... Владыка Вселенной, который дает нам свое учение, да, и которого мы чтим, и к которому обращаемся. Спасибо вам большое, друзья, за внимание. Завтра мы с вами поподробнее затронем тему нимбов. В принципе, мы разберем один очень известный иконографический тип. Наверное, один из самых известных, не буду сразу называть какой, увидите. И параллельно с ним мы с вами затронем тему вообще нимбов. Была такая просьба, и я с удовольствием об этом расскажу. Что за буковка L? С этими буковками очень интересная история, они часто встречаются в раннехристианском искусстве, но, к сожалению, на сегодняшний день так и нет четкой интерпретации, что они означают. Поэтому я тоже здесь не буду что-то досочинять, пока я не видела ни одной версии, которая была бы более-менее, ну, не притянутой, а такой, как сказать, весомой, что ли, оправданной. Спасибо вам большое за вопросы, и жду вас завтра. До новых встреч!